Работа в команде. Зачем и главное как? Вместе с экспертами разберем основные правила умения эффективно работать в коллективе, используя для себя и для общего дела в студии информационного канала Севастополя Ирина Гаврилова, командный коуч, и Ольга Трач, сертифицированный коуч международной организации ICF. Рада приветствовать вас в нашей студии. Вот в чем отличие работы в команде и простого взаимодействия людей? Ну вообще простое взаимодействие людей можно назвать как группа. И в группе люди обычно объединены руководителем, объединены какими-то своими личными целями, нет общего видения. Как правило, бывает, что они сплетничают друг с другом чуть-чуть. Часто говорят о каких-то, возможно, недостатках в кулуарных компаниях. И в группе нет такого единого духа, единого видения будущих перспектив. И это является, ну скажем так, это приносит меньше результата, чем работа в команде. Ну вот группа это, наверное, первый уровень, да? А команда это когда люди умеют объединяться, ставят общие цели и поднимаются выше. Правильно я говорю, Ирина? Ну это немножечко про другое. То есть как можно увидеть в коллективе группа сформирована или команда? Для этого достаточно войти в офис. Если люди, такая вот картиночка создается, люди, каждый чем-то занят, взгляд направлен в пул, кто-то с кем-то там ругается, где-то что-то там не получается. Это, скорее всего, группа людей. Если вы заходите в организацию, у людей горят глаза, они друг друга как-то там могут подначивать, но по-доброму. Они могут откровенно что-то друг другу сказать, при этом каждый никого не обижает. Это идет открытая обратная связь. Насколько это искренне? Это 100% про искренность. Это только про искренность. Это точно не стандарты, которые, вы знаете, как мы сейчас привыкли улыбаться всегда, говорить какие-то приятные шаблонные вещи. Смотрите, что такое команда? Команда это когда люди объединены общим видением, у них общие ценности. И эти ценности созвучны с ценностями организации самой. То есть это люди, которые на одной волне существуют. Это, вы знаете, вот такая классная метафора, когда есть брак по любви и брак по расчету. Вот группа людей это брак по расчету, а команда это брак по любви. Когда люди с горячими глазами с утра поднимаются и думают, классно, я сейчас с удовольствием лечу на работу. Сделаю то-то, то-то и то-то. То-то, 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 потому что это с удовольствием, потому что здесь максимально проявится мой потенциал, я принесу максимальную пользу этой команде и меня оценят. Это про ценности, это про искренность, это про откровенность и это про что-то очень глобальное и мощное. Командой чаще всего рассматриваются очень мощные, очень глобальные какие-то проекты, и это явно не про деньги. Энергия, энергия в команде. И там, где есть эта энергия, эта волна творчества, созидание, деньги появляются сами собой. Там не встает вопрос, сколько мне завтра заплатят, а сколько сегодня. Ольга, вот, наверное, поэтому в наше индивидуальное время так и ценится это самое умение работать в команде. Да, я думаю, однозначно, потому что работа в команде это про формат мы, не про формат я, а про формат мы. И интересный пример, мы были с Ирой в Одессе, и тренер делился, как он кушал в кафе, уже никого не было. И администратор этого кафе в костюме, он, было очень много людей, наоборот, было очень много людей в вечернее время или утреннее, я не помню подробностей. Не важно. Да, не важно. И не хватало официантов, и администратор надел полотенчик и подошел, и обслужил клиента. И тренер поделился, что, позвал он администратора и спросил, а почему вот вы, у вас что, официантов нет, вы уже администратор? Он говорит, мы одна команда. Ну, то есть, вот это понимание, просто когда разделился тренер об этом, тренер коучинга, такой внутренний, у меня прям мурашки шли, как это бывает здорово, когда человек включается, неважно, на какой он ступеньки иерархической стоит, какой у него статус, если он видит, что нужно поддержать общий результат, он берет и делает. И люди, клиенты, они это ощущают на себе, получают удовольствие. Что же подразумевает под собой умение работать в команде? Вот давайте основные принципы перечислим. Это ответственность каждого участника за общий результат. Это искренняя прозрачная обратная связь. То есть, в команде принято говорить не только, как вы сказали, да, стандарты улыбки на лице о хорошем, но и говорить о том, что не нравится. А как говорить правильно? Это же очень важный момент, чтобы человека и не обидеть, но и сказать ему, что ты думаешь на самом деле. В команде каждый ценит лучшие качества другого сотрудника. И, соответственно, когда дает прозрачную обратную связь, открытую, он дает ее определенным образом, таким образом, чтобы не обидеть сотрудника, но при этом высказать нужную тематику. То есть, это происходит настолько искренне, настолько открыто, и это не обижает. Это, вы знаете, есть такой пример командного совещания, когда уже проведены командные какие-то сессии, когда команда сформирована в организации, как проходит совещание. То есть, нету такого, как в группе людей, там, у нас повестка такая, виноват то-то, что мы с этим будем делать, Иван Иванович, вы не сделали это, Елена Ивановна, вы не сделали то-то, да. В команде это происходит по-другому. Лидер команды задает какой-то тон и говорит, нам нужно понять, как мы будем достигать этот результат. Даже несмотря на все... Мозговой штурм. Это немножечко, да, мозговой штурм, мы про другое. При этом, есть в любом случае в команде, есть критики, есть творческие, более творческие люди, есть люди, которые любят немножечко побыть в тени. Как происходит командное совещание? Например, тот человек, который критик, например, Леночка какая-то, Леночка, вот возьми чаёк, возьми кофеёк и, пожалуйста, ты посиди пять минут, пока Елена Ивановна предложит свои творческие какие-то инициативы. А вот когда Елена Ивановна всего скажет, мы тебя попросим, ты, пожалуйста, скажи, что ты думаешь по этому поводу. То есть это в такой... это совсем про другое. Это не про критику, это не про выискивание, кто виноват, не про то, что... Другой уровень уже. Это другой вообще, другой уровень. Это по любви. Тренер Юлия Булгакова поделилась метафорой, я сейчас её процитирую. Она сказала, команда — это когда мы умеем утилизировать разницу друг друга, когда мы можем видеть вот эту разницу, плюсы, достоинства, сильные стороны, и использовать вот эту именно плюсовую часть, положительные какие-то достоинства, качества, навыки, таланты каждого по максимуму для результатов команды. И это вот утилизация разности, прекрасная метафора. Команда, команде рознь, вот скажите, в каких областях особенно важно это умение работать в команде? Я считаю, что во всех. Во всех. Хочешь новые результаты, создай команду. Да, это время, 21 век и сегодняшнее время перемен, которое очень сильно ускорилось максимально. То, что 15 лет назад у моей сестры её сын спрашивает, «Мам, какой у тебя был первый телефон?» У неё не было первого телефона. То есть настолько меняется время, настолько меняются запросы, всё очень сильно ускоряется. Поэтому именно командная работа может дать результаты не одного человека, а глобальные результаты для мира, для города. Знаете, есть такая, даже не притча, а просто исследование. Одна лошадь тянет 3 тонны, а две лошади уже тянут 15, 11 тонн. А представьте, команда людей. Каждый по себе он силён, но когда это включается на другом уровне, на другой энергетике, с другими вообще ценностями происходит, это совсем другие результаты. Это мощные результаты, это прорывные результаты. Особенно это актуально в наше время, когда вот сейчас такая не совсем стабильная и не всем понятная ситуация, когда это на себе чувствуют не только пенсионеры или там малообеспеченные люди, но и организации. Они очень чувствительны к этим переменам. И вот сейчас самое важное — включать новые технологии. Новые технологии — это командный коучинг, это во всём мире уже с этим работают. Новые технологии — это новые возможности, новые результаты, прорывные результаты. Совсем другие и совсем на другом уровне, с другими суммами, с другими цифрами. И вообще я чётко знаю, что люди, которые умеют работать в команде, которые работали в настоящей команде, они потом по-другому уже работать не могут. Это другой уровень вообще. Эффект синергии, когда 1 плюс 1 не 2, а 1 плюс 1 — 11. Когда вот это «мы» мощное включается, ну это совсем про другие результаты. И сейчас это особенно актуально. В коллективе какое должно быть процентное соотношение командных игроков и одиночек? Либо в команде вообще такой вопрос не встаёт? Я думаю, что не встаёт. Но есть вообще... Часто на разных тренингах мы обучаемся с Ирой. И сами обучаем, и сами обучаемся. Вот это тоже, наверное, да? Очень важно, да. Не останавливаться, двигаться вперёд самим. И часто говорят про некие 4%. Если 4% от количества людей вовлечены в какой-то процесс, то все остальные начинают вовлекаться в него с интересом автоматически. Возможно, достаточно 4% командных игроков. Но я думаю, что если уже в коллективе выбрали работать целой командой, то, собственно, там не остаётся людей, которые... групповых людей. Я соглашусь с вами, когда появляется в коллективе новый человек и предлагает какие-то проекты, то и все остальные люди автоматически тянутся за ним. Как для себя определить, вы командный игрок или всё-таки одиночка? Все люди — командные игроки. У каждого есть вот это «мы». Потому что это более мощная энергетика. Когда мы — семья, когда мы — группа творческая какая-то, когда мы что-то создаём, проект, и получаем результаты. Это для каждого очень ценно и важно. Просто оно может быть по-своему для каждого. Да, а есть ещё не раскрыты эти качества? Как их себе возродить, пробудить? Вот командный игроков для этого и существует, чтобы прийти в группу людей, найти общие ценности, увидеть общее видение, создать это общее видение, где каждый свою лепту внесёт. И дальше на этой волне двигаться к результатам мощным. И при этом у каждого будут свои какие-то способности, свои какие-то нераскрытые ресурсы, которые командный коуч помогает раскрывать именно в этой команде. Вот преимущество командного игрока. Что человек может в себе открыть, найти, примеры. Командный игрок, он, знаете, как Юли Цезарь, всесильный. То он может одновременно делать и видеть разные картинки. То есть вот мы сейчас сидим с вами, а я слышу, что происходит за дверью дальше. Могу себе представить, что сейчас происходит на площади Ушакова. И так далее. То есть командный игрок — человек, который обладает командным видением, глобальным видением. Он понимает, зачем он здесь, зачем он сейчас обсуждает этот вопрос. Для того, чтобы случился общий результат и так далее. Для того, чтобы показатели продаж повысились и так далее. Он видит, у него есть глобальное видение. Это огромное преимущество. Он понимает, зачем. Не просто от забора до обеда копать, а зачем ты это делаешь. В чём ценность для тебя? Ради чего? Что ты несёшь? А вот говорят, что человек может преуспеть только в том деле, которым он готов заниматься 24 часа в сутки. Это вот как раз-таки про это. То есть включить. Командный коуч находит вот эти ценности, ради которого человек будет 24 часа в сутки выкладываться. И при этом не обязательно именно быть физически 24 часа в сутки. Для этого просто уметь делегировать полномочия. Найти человека, который тебя поддержит в этот момент, которому ты можешь доверить что-то. И при этом ты постоянно живёшь этим проектом. Когда ты живёшь, ты всё реализуешь, всё, что хочешь. И при этом всё улучшается вокруг. То есть если человек работает в команде, у него опять-таки, ну совсем он на другой волне работает. У него происходит улучшение везде в жизни. Не только вот здесь и сейчас на работе. Он чувствует свою ценность. Вот в команде никогда не возникнет вопроса «меня не ценят». Вы мне мало платите, значит вы меня не цените. Это не про команду, это про группу людей. Вот в команде настолько вот способности каждого проявляется, настолько всё это искренне и на уровне ценностей, ради чего мы все вместе здесь и сейчас приходим на работу, что таких вопросов вообще не возникает. А лидер, он командный игрок или всё-таки одиночка? Не получится ли так, что человек будет так увлечён командой, что он забудет о себе? А мне кажется, что лидерство может быть разным совершенно, потому что мы знаем примеры мировые лидерства, например, там Гитлер, да, и мы знаем противоположные, например, Мать-Тереза. То есть это люди, которые вели, но к чему они вели? К разрушению или к созиданию? И говорить, ну скажем так, давать определение, исходя из командного игрока или нет. В любом случае за лидером идёт команда, ну группа или команда, просто куда он ведёт. И лидерство не всегда, я почему-то сейчас подумала, что важно это обсудить, что лидерство не всегда носит положительный контекст, но в командном коучинге лидерство носит исключительно положительный контекст. Ирина, буквально репликой мы заканчиваем. Ну хотите новых результатов, создайте команду. Благодарю вас за участие в программе. Продолжайте следить за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя.